Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Взято 80 тысяч пленных Врач отброшен на 120 километров Наши войска продолжают двигаться вглубь Франции Если верить этой немецкой хронике, положение союзников в орденах тяжелое. Англо-американские войска находятся накануне катастрофы, товарищ Сталин. Прочтите письмо Черчилля еще раз. Генералу Зинхауру очень желательно и необходимо знать в общих чертах, что вы предполагаете делать. Так как это, конечно, отразится на всех его и наших важнейших решениях. Я буду благодарен, если вы сможете сообщить мне, можем ли мы рассчитывать на крупное русское наступление, на фронте Вислы или где-нибудь в другом месте в течение января, или в любые другие моменты, о которых вы, возможно, пожелаете упомянуть. Делегатный и хитрый призыв о помощи. Обстоятельства нуждают, товарищ Сталин. Как идет подготовка к наступлению? На направлении главного удара, товарищ Сталин, уже сосредоточены все армии прорыва. 9 тысяч танков, 9 тысяч самолетов, 70 тысяч орудий, 180 стрелковых дивизий. Когда можно начинать? Командующие фронтами Жуков, Конев и Рокоссовский считают, что наиболее подходящее время для наступления конец января. Января. А если все же учесть просьбу Черчилля и ускорить начало наступления? Придется отказаться от действия нашей авиации, товарищ Сталин. Туманы, непогода, прорыв без авиации. Товарищ Антонов, передайте Жукову, Рокоссовскому и Коневу новый срок наступления, 12 января. 12, 13 и 14 января 1945 года. Войска 1, 2 и 3 белорусских фронтов, 1-го и 4-го украинских фронтов при содействии кораблей Балтийского флота и соединения украинских партизан перешли в наступление в общем направлении на Берлин. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... КОНЕЦ 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 Фланговый удар 1-й и 2-й гвардейских танковых армий потряс всю тактическую и оперативную оборону немцев и заставил противника начать отвод своих войск из Варшавы. 17 января в Варшаву вступили части 1-й польской армии. 18 января в 3-й гвардейских танковых армий партнолёт! Сворачивай скорее направо! В вороты давай! Береждём, товарищ маршал. Здесь где-то штаб. Начальник штаба 741-го стрелкового полка, майор Орглов. Где командир полка? Командир полка... Отдыхай, товарищ маршал. Разбудите. Слушаюсь. Товарищ подполковник, вставайте. Товарищ подполковник. Товарищ подполковник, вставайте. В чём дело? Фамилия? Коркин. Подполковник Коркин. Доложите обстановку. Обстановка. Батальон наступает, товарищ маршал, проявляя массовый героизм. Где конкретно? Где наступают? На западной окраине. Вот начальник штаба. Должите доложить, товарищ маршал. Докладывайте. Противник удерживает оборону в районе мукомольного завода. Две атаки первого и второго батальона отбиты. Третий батальон накапливается в районе кладбища. Для атаки завода с фланга. Все ясно. Вы, майор, с этого дня командир полка. А вы, подполковник, будете у него заместителем. Так, я думаю, будет справедливо. Так, я буду... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это позволит нам сосредоточить все силы на Востоке и нанести русским уничтожающий удар между Вислой и Одером. Мой фюрер... Через Цюрих мы установили контакт с Аленом Далесом. Он представляет штаб Эйзенхауэра. Я знаю... Они потребуют сдачи без боя всей Франции, Бельгии, Голландии. Я не могу согласиться. Мы им докажем... Что еще можем наносить сокрушающие удары. Гудериан, доложите обстановку между Вислой и Одером. Мой фюрер... На Восточном фронте между Вислой и Одером произошли серьезные изменения. Что вы имеете в виду, Гудериан? Гудериан, мой фюрер, русская первая танковая армия сегодня подошла к Одеру, южнее Кюстрина. 60 километров от Берлина... Это измена. Трайбрус! Он феррат! Предательство и измена. 150 лет на немецкую землю не ступала нога вражеского солдата. 150 лет, Гудериан! Мой фюрер... Мой фюрер, я предлагаю нанести контрудар в Померании. Мой фюрер, мы создадим в Померании мощный кулак и ударим по армии Жукова с фланга. Вы говорили, что нужно перемирие на Западе для того, чтобы сосредоточить все силы на Восточном фронте. Так точно, мой фюрер? Гиммлер! Кто будет вести переговоры с Далесом? Генерал Вольф! Войну можно сравнить с полетом в тумане. Самый опасный момент – посадка, финал. Что ждет вас в финале, господин Далес? Большевизм в Европе? Ведь русским армиям до Берлина всего 50 миль, а американским 500. Вот на этом пути можно поискать общность интересов, господин Вольф. Таким образом, Ставка подтвердила наше решение. В ближайшие 6 дней активными действиями закрепить достигнутый успех, подтянуть отставшие тылы, пополнить запасы до двух заправок горючего, до двух боевых комплектов и стремительным броском 15-16 февраля взять Берлин. Так, через 15 дней взять Берлин. Хорошо. Подготовьте приказ войскам фронта. Слушаюсь. Разрешите, товарищ командующий, доложить новые данные о противнике? Докладывайте. По данным нашей авиационной разведки, в помирании замечены передвижения крупных танковых и моторизованных сил противника. Войсковая разведка сообщает, что действующие против нашего правого фланга 2-я и 11-я немецкие армии имеют уже в своем составе 16 пехотных и до 7 танковых дивизий. Все? Все, товарищ командующий. Василий Данилович, как дела в районе Кюстрина? Я только что оттуда, Георгий Константинович. Войска Берзарина продолжают вести упорные бои за плацдармы на Одере. В дивизиях осталось до 50% личного состава. Немцы все время контратакуют. Особенностью репствует их авиация. А где же наши истребители, генерал Руденко? Товарищ командующий, немцы действуют с берлинских аэродромов, имеющих бетонные полосы. А наша авиация базируется на полевые аэродромы, которые раскислят дождей. Каждый взлет истребителя связан с большим риском. Генерал Орел, сколько вы имеете танков, танков и бригадов? В среднем около 40, товарищ командующий. А во многих бригадах по 15-20 танков. Пополнение идет очень медленно. Ремонтные базы отстали почти на 500 километров. 20 дней такого стремительного наступления сказывается и на людях, товарищ командующий. Наши политработники все время идут с передовыми отрядами, воодушевляют солдат на подвиги. Солдаты действительно совершают чудеса храбрости. Но в то же время я должен сказать вам, товарищ командующий, что войска нуждаются в отдыхе. Вы свободны, товарищи генералы. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . , спасибо. . . Спасибо. . . . Спасибо. . , Георгий Константинович. Я знал, что вы так решите. что ты предлагаешь? Я пригласил командующего 1-й танковой армии генерала Катукова. Он здесь, в приемной. Позови. Слушаюсь. Здравия желаю, товарищ маршал. Ну, что думаешь, танкист? Думаю, брать Берлин, товарищ маршал. 70 километров. Два перехода моей армии. Ну-ка, подойди к карте. Представь себе, что ты на месте Гудериана. У тебя 23 дивизии. Из них 7 танковых и моторизованных. Жуков наступает на Берлин. Рокоссовский отстает в помирании на 150 километров. Вот, генерал Катуков, что бы ты сделал в этой ситуации на месте Гудериана? Я бы постарался танковым ударом с севера отсечь наступающие войска маршала Жукова. Верно. Верно. Это единственный шанс Гудериана. А теперь слушайте приказ 1-й танковой армии. Приказываю сдать свои участки на Одере соседним войскам и форсированным маршем двигаться на север в Померане. Район Армсвальд. Слушаюсь. Ставку. Верно. Район Армсвальд. Советская армия продолжает успешные наступления на фронте протяжением 700 километров. Войска генерала Черняховского наступают на Кенигсберг. Войска маршала Рокоссовского отрезают восточную Грузию от центральных районов Германии. Войска маршала Жукова вышли на Одор. Войска маршала Конева наступают на Бриславу. Вероятные действия противника. Немцы будут защищать Берлин, для чего постараются задержать продвижение советских войск на рубеже реки Одор. Здесь уже создается оборона за счет резервов, перебрасываемых из Германии, а также из Западной Европы и Италии. По нашим сведениям, на Советском фронте может дополнительно появиться до 40 немецких дивизий. Создавшаяся ситуация благоприятствует переходу в наступление союзных войск. Может быть генерал-маршал, как начальник генерального штаба американской армии, скажет об операциях, готовящихся на Западе? В последние дни Эйзенхауэр перегруппировал свои силы. В настоящее время 25-я армейская группа и 9-я американская армия готовятся к наступлению. В случае успеха наших наступательных операций, мы сможем двинуть наши войска на Дюссердорф, а затем на Берлин. На каком расстоянии от Берлина находятся ваши войска? Примерно 600 километров. А наши войска? 60 километров, товарищ Сталин. Наступил момент, когда мы должны координировать наши военные действия. Примерно 2-ая. Третья! Примерно 2-ая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.В vocможSt technical W романах. Господа, предоставленное вам время исчерпано. Я надеюсь, что вы искренне говорили о координации наших действий. У вас есть какие-то сомнения, господин маршал? Есть, господин Рузвельт. Прямо говоря, контакт с врагом за нашей спиной. И не только контакт, даже соглашение. Я бы сказал, сговор. Сговор? С кем? С агентом Гитлера. Мне кажется, вы пользуетесь недобросовестной информацией. Это Аллен Даллес. А это агент Гитлера, генерал Вульф. Могу вас заверить, господин маршал, что эта встреча могла носить самый предварительный характер. Но за нашей спиной. Неужели из-за этого мы потеряем доверие друг другу? Пока все мы живы, нам нечего бояться. Мы не допустим опасных расхождений между нами. Но пройдет десять лет, а может быть и меньше. И мы исчезли. Придет новое поколение, которое не прошло через все то, что мы пережили. Что будет тогда? Ведь мы как будто собрались сюда для того, чтобы обеспечить мир, по крайней мере, на пятьдесят лет. Или, я так думаю, по своей наивности, господин президент. Это действительно так, господин маршал. Так вот, самое важное условие для сохранения длительного мира, это единство друг держал. Берлин. Если русские возьмут Берлин, то это может создать большие трудности в будущем. Я считаю, что нам надо продвигаться как можно быстрее к Берлину. Первый белорусский фронт, повернув свои войска на север, отразил контрудар противника в помирании и, сломив сопротивление немцев, 1 марта перешел в наступление силами 1-й и 2-й гвардейских танковых армий, 3-й ударной армии и 1-й армии войску польского в направлении Балтийского моря. Берлина спила 05-1-й и 2-й марта идеи. Берлина спала на север하다, 1-й в cigжан сме. Р Элю для таблет lav 12했습니다. Наталья, стой! Что, артисты, загораете? Искусство принадлежит народу. А где ваш командир? Вон он на велспейде катается. Вы видите, осваивай новую технику. Капитан Васильев, командир танковой роты. Поручик Добровский, командир батальона 3-й польской дивизии. И имею задачу наступать вашими танками. Вот в том-то и хреновина. Задача есть, а горючего нет. Деревню взяли, а дальше... Горючего нет. Подождите. Пелка! А я не буду, Дворчиков! Ну, говорил мне, что не имею полива. А ты видишь, какие цистерны поближе? Так, 3 километра от шоссы. Не подходили мы ближе, но цистерны мы видели. Он говорит, что 3 километра от шоссы есть виде цистерны. Слушай, поручик, одолжи ко мне своего разведчика. Пожалуйста. Дорожкин! Давайте-ка на велосипеды и проверьте. Поедешь и покажешь ему. Нареште, дамка маш под собой. Я ему говорю, что дамы еще у него нет, но уже есть дамский велосипед. Тоже хорошо. Мне надо идти вперед. Батайон! Наобшут! Марш! Догоряйте! Догоним! Вот она! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что? А ну дай котелок. Давай, давай, давай. Зачем тебе котелок? Давай тебе говорят. Ха! Мы танкисты. Завсегда горючее на язык пробуем. Ну, смерть фашистским оккупантам. А-а-а! Годится? Годится. А ну попробуй. Я вашим горючим не разбираюсь. Ты в этом разберешься. Ну что я, танк? Годи, спирт. Придется искать дальше. Да, танки, к сожалению, на этом не пойдут. Ну что, по второй, что ли? По второй. Ну, пролетарии всех стран, соединяйтесь. Угу. Ну что, споем, что ли? Да-да. Да. Швадевечка, гоносечка. Год. Национальные трудности. Да, не получается. Дальше. Продолжение следует... Наши! Дягонька, это ж наши! Господи! Откуда вы, девчата? Из Смоленска. Вот трое из Смоленска, да из Полтавы. Тут и французы, и Чехии. Господи! А ну, девчата, выходи! Не парше, девушки! Не парше! Выдон посолон. Полаци. Прошу, пани. Пани, держать. Благом, не хмит панцтон за бежея, ах, цена фронт. А лет, поцсо, пани на фронт, панцтва. Я, я истым же унижим зданием, додавы. Паршава. Хорошо. Париж. Из Париж, значит. Ясно, Деголь. Милые наши братья, Наконец-то дождались. Думали, уж не дождемся. Умрем, никакой не летим. Девушки, девушки, пани, пани. Пани, пани. Пани, пани. Пани, пани. Пани, пани. Ну, выходи, Европа. Рутфольд. А, Испания. Моя Германия. То есть, как Германия? Моя Ненци, товарищ. Какой я тебе товарищ? Гитлер тебе товарищ. Мой антифашиста. Антифашиста. Ты ж... Антифашиста. Я, я, гуд, гуд, гуд. Он немецкий антифашист. Понял? Ну, ясно. Сразу видно. Антифашист. Гуд. Камерад. Али фанунц. Все тех, кто остался в живых, должны посвятить всю свою жизнь борьбе со злейшим врагом всего человечества фашизмом. Рутфронт! 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 Теперь попросим сказать что-нибудь сержанта Красной Армии. Надо выступить. Да. Да, да. Ага, могу. Могу-ра. Товарищи антифашисты, бывшие узники. Домой идите. Домой. На хаус. На хаус. Фештейн? На хаус. Вот. Цурюк. Я цурюк. Цурюк. Вот все. Вот оно. Что? Горючий для танков. Стой! 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Известно ли вам, как складывается обстановка? По тем данным, которыми мы располагаем у себя на фронтах, обстановка известна. Продолжение следует... Ставит задачу захватить его раньше советской армии. Основная группировка создается под командованием фельдмаршала Монгомери. Направление главного удара планируется севернее Рура, по кратчайшему пути которой отделяет от Берлена основную группировку английских войск. Не исключается возможность открытия гитлеровцами путей для союзных войск на Берлин. Так кто же будет врат Берлина? Мы или союзники? Предстоящая Берлинская операция, которую нам поручено провести, ни с чем не сравнима. Нам предстоит разгромить на подступах к Берлину 4 немецких армии. Не менее миллиона солдат. Нам еще не приходилось брать такой крупный, сильно укрепленный город, как Берлин. Площадь его громадна. Каждая улица, переулок, дом, каналы, мосты, все является составными элементами общей обороны города. От Одера до Берлина сплошная система оборонительных сооружений. Поэтому командование фронтом решило навалиться на противника с такой силой, чтобы ошеломить и потрясти его до основания. Мы сосредоточили 22 тысячи стволов артиллерии и минометов, 4 тысячи танков и самоходных орудий, 5 тысяч самолетов. Вы сами понимаете, какой силой может быть удар. Но чтобы окончательно ошеломить и морально подавить противника, есть предложение обрушить удар фронта ночью, за два часа до рассвета, при свете 140 зенитных прожекторов. Разрешите, товарищ маршал? Пожалуйста. На протяжении всей войны мы ни разу не начинали больших наступательных операций ночью. Это связано со сложностью управления войсками. А прожектора, их сразу подавит вражеская артиллерия. Разрешите, товарищ маршал? Пожалуйста. Я считаю, что атака с прожекторами будет малоэффективна. Противник будет видеть только наши наступающие войска. Кто еще так считает? Я. 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 Тогда перерыв. И попрошу быть через два часа на учебном полигоне. У тебя все готово? Все готово, товарищ маршал. Ну, добро. Спасибо. Ну, как, повторить или все ясно? Мой фюрер, я должен вам сообщить, что наши контруудары в Померании и Венгрии отбиты большевиками. Шестая танковая армия генерала Дитриха не могла пробиться к Будапешту. Дитриха, вы оставили Венгрию, а теперь готовы отдать врагу и Австрию. Мой фюрер, шестая танковая армия. Хватит, Дитриха! Я лишаю вас всех орденов. Юже! Сорвитесь с него ордена! Вон отсюда! Гудериан, вот к чему привели ваши удары в Померании и Венгрии! Вам надо отдохнуть, Гудериан! Новым начальником генерального штаба я назначаю генерала Крепса. Борман, передайте Гиммлеру всех трусов, пораженцев, изменников на виселицу! На Одере решается судьба не только Германии, но и всей Европы! Мой фюрер, поздравляю вас! Умер Рузвельт! Сбываются предсказания вашего гороскопа. Вот она удача! Сбываются предсказания вашего гороскопа. Сообщите эту новость всем! Сейчас же! Подайте всем шампанское! Умер Рузвельт! Побольше света! Дайте больше света! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА